Всем добра и света, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Мэпер и сегодня мы поиграем в игру под названием Scrap Mechanic. Да, ребятки, новая игрушка у нас подъехала. Многие ребята в комментариях просили меня поиграть в эту игру и что-то последнее время она стала как-то уж больно популярна на ютубе. Очень много видеороликов я наблюдал об этой игрушке, но вот что-то так она меня зацепила по первым обзорам, впечатлениям других ютуберов и мне как-то самому захотелось немножечко поконструировать. Вся эта игра, как многие знают, а те кто не знают, я поведаю, является песочницей, неким подобием Майнкрафта. Только если в Майнкрафте мы создаем обычно какие-нибудь здания или прочие архитектурные сооружения, то эта игра полностью построена на создании механизмов, в частности автомобилей, всяческих экскаваторов и прочей техники, вплоть до самолетов. А так как я строить люблю, это моя стихия, я не мог обойти эту игрушку стороной и решил приобрести ее в стиме. Сейчас она стоит в районе 400 рублей, в России, не знаю как в других странах, но я взял ее за 400. Вот как видите, я уже немножечко освоился, создал парочку автомобилей. Сейчас вкратце давайте покажу вам их. Как бы вот это мой получается первый автомобиль, который я создал в этой игре. И у меня получился некий такой внедорожник. Такой сильно проходящий по разным грунтам багги. Давайте сейчас его испытаем. Вот такая вот забавная машинка у меня уже имеется. Проходимость у нее отличная, в принципе. Настроил я ее так, что переворачивается она минимально. Но правда заносит, конечно. Все равно игра еще очень сырая. Много недоработок. И в плане физики. Ну, кстати, по поводу физики, вот эта игра все-таки по большей части меня радует. Очень интересно тут она проработана. Но некоторые моменты, например, амортизация здесь еще хромает. Я имею ввиду амортизация колес. Вот у меня установлены здесь вот эти пружинные амортизаторы. Но в некоторых случаях они работают не так, как хотелось бы. Пытался я создать некие подобия рычажной подвески. Вилку, как на велосипеде, соорудить. Но, к сожалению, игра пока не позволяет создавать такие сложные механизмы. И все реально достаточно сыро. В общем, вот это моя первая машинка. Такой внедорожник. Как он вообще ведет себя? Разгоняется быстро. На скорости, на самом деле, не очень себя стабильно, конечно, ведет. Но и, в принципе, он и не должен. Эта машина в первую очередь создавалась для преодоления труднопроходимых мест. О, аж на вилле встал, смотрите. Все-таки отвесные скалы это, конечно, не дело. Но, как видите, я все-таки смог выкарабкаться и снова встал на колеса. Давайте я вернусь на мою такую временную базу. И там у меня стоит вторая машинка. Если же это внедорожник, то второй автомобиль я создавал как больше такой гоночный болид. Заниженный, как видите. Приора заниженная. Давайте сейчас на ней прокатимся. Также, видите, здесь установлены дополнительные реактивные двигатели для более высокой скорости на прямых отрезках. Ну, эта машина более устойчивая и скоростная. Как бы проходимость у нее совершенно неалешная, так как подвеска довольно низкая и она цепляет практически каждый бугорок. Но на прямых участках машина держит себя довольно-таки стабильно. Вот за счет трастеров можно вылезать из таких неудачных ситуаций. Есть такая дорожка извилистая, серпантинистая, поэтому тут у меня не получается выровнять автомобиль. Но все равно чувствует он себя намного стабильнее, чем предыдущий. И набирает более высокую скорость. К сожалению, в этой игре пока нет возможности создавать какие-нибудь дороги, автомагистрали, закрытые трассы с ровной поверхностью. Поэтому такие машины пока здесь особо не котируются. Но в будущем, я думаю, разработчики будут добавлять новые карты. Либо дадут игрокам возможность самим рисовать уровни. Не знаю, посмотрим. Вообще, как мне известно, эта игрушка вышла меньше месяца назад. Поэтому это совершенно ранняя ее версия. И еще множество будет обновлений данной игрушки. В том числе и мод выживания. Где, как я понял, нужно будет вручную добывать ресурсы. Сражаться с неприятелями в виде каких-то механических существ. Но, опять же, подробностей я еще не знаю. Чем же я хотел заняться сегодня? Вот есть у меня желание создать автомобиль очередной. Эта игрушка, она, как я понял, в первую очередь заточена под создание именно каких-то колесных единиц техники. И, как бы, на них я хочу отточить свое мастерство. Создание базовых механизмов. Сегодня я хочу создать некий вездеход. У которого будет просто невероятная проходимость. Также возможность разворачиваться на месте. А также обладающий многими функциями и возможностями танка. А именно, ходовая. Будет чем-то напоминать эти боевые единицы. Что ж, давайте, ребята. Заодно это будет некий гайд. И демонстрация того, чему я научился. За эти пару дней. Что поиграл в эту игру. Давайте, для начала нам нужно установить вот такой вот предмет. Он называется либо лифт, либо подставка. И с помощью стрелок на клавиатуре мы можем вот так вот поднимать и опускать его. Далее. Давайте кнопочкой «А» зайдем в инвентарь и выберем необходимые нам строительные блоки. Каркас лучше всего лепить из металлических блоков. Правда, я не знаю, чем сейчас они кроме массы отличаются. Влияет ли как-то это на прочность, упругость конструкции. Даже не представляю. Но каркас я обычно леплю из металла. А какую-то внутреннюю обшивку и декор. Либо из деревянных блоков. Либо вот из этих барьерных блоков. Они потому что имеют легкий вес. Остальные все медиум и либо хайд. Давайте из металлических блоков сейчас слепим основание. Так. Для того, чтобы вращать предметы, нужно нажимать букву «Q» английскую. Вот. Сейчас я, например, изменяю направление, так скажем, установки вот этих вот кубиков. Мы можем, конечно, по одному кубу вот так вот лепить. Но это долго. И часто совершенно невыгодно. Поэтому проще зажать и вот в нужной на плоскости, вот так вот, зажатой левой кнопкой, растягивать необходимую длину. Так. Тут немножко обрежем. Пока я плохо, честно, представляю длину своего крафта, будем вот такими вот робокрафтовскими терминами сейчас раскидываться. Ладно. Все-таки пускай он будет подлиннее. Далее. Это, грубо говоря, наша центральная ось. Давайте решим и определим, какая же будет ширина нашей машины. Думаю, сейчас раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Чем наша машина будет шире, соответственно, тем она будет устойчивей. Значит, по четыре блока мы отвели в сторону. И что будем делать дальше? Нужно организовать каким-то образом подвесочку. Опять же, если мы будем лепить колеса непосредственно на каркас, то конструкция будет слишком жесткой. Ее будет не по-детски колбасить на кочках и прочих неровностях рельефа. Поэтому на всех машинах ставятся амортизаторы. В этой игре сейчас доступно только два типа амортизаторов. Это внедорожный амортизатор, либо спортивный. Так как это у нас вездеход-внедорожник, мы будем сюда ставить именно внедорожную подвеску. Так, давайте еще колеса сразу приготовим. Куда-нибудь на какой бы блок поставить. А, вот тут у меня уже были амортизаторы вынесены. Но не важно. Так, ширины немало ли будет? Фиг его знает. Давайте-ка еще один куб накинем. Так как вездеход должен быть очень устойчивым. И ширина должна быть тоже соответствующей. Далее. Какой обычный принцип крепления подвески. Поднимаем где-то на три блока вверх. Сюда делаем такое Г-образное ответвление. И под него уже крепим наш амортизатор. Далее. Ставим еще один блок под низ. Многие, я знаю, используют другие блоки. В частности трубы, как мне известно. Вот такие пайп-корнеры. Давайте тоже сейчас для разнообразия применим такой материал. Они типа вроде как легче. Так, секундочку. Привычка. У КПКЮ мы поворачиваем. Так. Допустим, вот таким вот образом. И на это мы уже будем сейчас лепить колеса. Но. Как я уже говорил ранее. Наша машина будет обладать возможностью поворота на месте. То бишь, правые колеса, правая половина будет вращаться в одну сторону, а левая в противоположную. Принцип действия танка. Так что давайте сейчас продумаем, как можно будет сделать эту систему. Я уже заранее продумывал возможные способы размещения колес. Я думаю, самый оптимальный будет использовать некий реверс. То есть, при включении определенного модуля колеса будут вращаться то вперед, то назад. Причем они будут независимы друг от друга. Как правая сторона, так и левая. Так что давайте сейчас попробуем сделать вот таким вот образом. Сейчас посмотрим, какие-нибудь коротенькие трубки есть. Medium Tank. Это, по-моему, вообще не трубки. А может и трубки, фиг его знает. А где там труба, которую я находил сейчас? Такс, такс, такс. Можно, конечно, не париться. И обычный кубик туда запиндюрить. Но. Pipe Joint. Эта трубка слишком длинная. Вот, наверное, Pipe Shot. То, что нам сейчас нужно. Двигатели пока что не применяем. Вот, мы сделали вращающийся элемент, на который крепятся колеса. Но сейчас я после установки вращающегося элемента ставлю еще трубочку. На эту трубочку поставлю вращающийся элемент. А далее уже само колесо. То есть, в различных режимах у нас будет вращаться либо в одну сторону этот элемент, либо при активации другого модуля противоположного. Просто вся проблема заключается в том, что к этим вращающим модулям нельзя подключить сразу несколько каких-то движущих объектов. Таких как двигатель, например, электромотор, либо седло. То есть, один поворотный модуль, вот этот вращающий, может сатаковаться только с каким-то одним объектом. То есть, если он крутится, допустим, только в одну сторону, то этот же объект крутить в обратную сторону у нас не получится. Каким-либо модулем, например, контроллером. Но об этом чуть позже. Конечно, возможно, я еще не знаю всех тонкостей этой игры. И есть какая-то возможность запрограммировать колесо, чтобы оно с одного вращающего модуля вращалось как в одну сторону, так и в другую. Пока я не знаю, как это сделать. Так что давайте пока сделаем таким образом. В принципе, что у нас имеется? Колесо закрепленное через амортизатор. Два вращающих модуля. И ничего более. Так что давайте сделаем это для остальных колес. Таких колес у нас всего будет 8 в нашей конструкции. Отлично, дело сделано. И наша машина теперь имеет 8 таких опорных катков. Но, я думаю, многие видели строение ходовой танка. Там не ограничивается все одним рядом колес. В танке еще присутствуют такие крайние натягивающие катки. Не знаю, как они правильно называются. Но они повышают значительно проходимость машины. И своей конструкцией я тоже хочу попробовать реализовать такие дополнительные колеса. Но не все так просто. Во-первых, я буду использовать маленькие колесики. Где они? Вот. Родимые. И тут вся сложность этого механизма будет в том, что амортизаторы, на которых будут крепиться эти колеса, будут располагаться примерно под углом 45 градусов к поверхности. Чтобы, грубо говоря, при лобовом столкновении с какой-нибудь вертикальной, ну или не совсем вертикальной поверхностью, как бы эта неровность съедалась. И наш крафт залетал на этот склон. Там либо это камень какой-то будет, либо еще инородное препятствие. В общем, вы все увидите на деле, как это будет действительно помогать нашей машине. Только давайте теперь подумаем, с какого места лучше начать крепление. Так, это колесико однозначно будет находиться выше, чем остальные. Так, примерно давайте на три попробуем в эту сторону вывести. Так, или прямо вот отсюда выводить. Сейчас я поэкспериментирую, и тогда уже посмотрим, что у нас из этого выйдет. Допустим, примерно на такую длину вынесем. Далее ставим поворотный модуль. Сюда крепим блок. Далее снова амортизатор. Чуть поднимем конструкцию. И теперь давайте крепить наши маленькие колесики. Так как они сами по себе имеют значительно меньший диаметр, чем наши основные колеса, то при размещении даже на том же самом уровне изначально они будут как бы чуть выше от земли находиться, чем вот эти здоровые. Плюс я их поверну под углом 45 градусов. И они как бы еще чуть-чуть приподнимутся. Вот я только думаю, есть ли у нас возможность еще немножечко поближе их изначально разместить. Потому что это сыграет нам на руку. Да, давайте еще, пожалуй, на один блок. Так, назад я смещу всю эту самую конструкцию. Думаю, так будет эффективней. Вот сюда. Так, э, уберись. Вот сюда. Так. Ниже не ставится. Так, аккуратненько. Далее поворотный механизм. Он нужен для того, чтобы в дальнейшем мы могли повернуть на угол 45 градусов данное колесо. Так. Снова возвращаем амортизатор. Как обычно. Трубочка. Вот так вот. Так как эти колеса не будут подключены ни к какому источнику энергии, то их можно свободно размещать. Не парись там. Добавлять какие-то дополнительные вращающие элементы. Или еще как-то изощряться. Просто взяли, налепили колесо и радуемся. Так. Вот так вот. Одно сюда. И для сохранения ширины вот второе сюда. В дальнейшем мы чуть-чуть повернем, получается, его. И тем самым натянем, как бы, наши невидимые гусеницы. Я, кстати, думал о создании гусеничной машины. Но потом так подумал и решил, что это вообще нереально на текущей стадии развития игрушки. Так что пока о гуслях можно даже не мечтать. Так. Я думаю, здесь можно, кстати, немножко изменить момент крепления. Провести его вот отсюда. А вот эту часть убрать. Так как колесо приподнимется. И нам не нужно, чтобы здесь торчали никакие углы. Опять же, для повышения проходимости мало ли камень какой-нибудь попадет. А мы возьмем и упремся днищем. Нафиг это нужно? Так что будем через верх пускать. Так, отлично. Все колеса установлены. Теперь, думаю, самое время перейти к контроллерам. Я, кстати, впервые буду работать с этим типом блоков. Нам нужно для начала повернуть эти колеса под углом 45 градусов. Для этого давайте поставим контроллер. Вроде как только он необходим для этой манипуляции. Так, ну, пускай здесь стоит один. Я просто не знаю, сколько нужно контроллеров для, допустим, четырех, получается, колес. Мне кажется, одного хватит. Так что давайте его повернем и где-нибудь вот в этой части влепим. Так, смотрим. Настройки контроллера. Так, нет соединений. Давайте подсоединим наши угловые колеса. А именно вот эти вот поворотные элементы. Так. Право... Подождите. А. Забыл. Надо тянуть. Сжимать и тянуть. Так, это у нас единица. Двоечка. Двоечка. Вот сюда. Тройка. Четверочка. Вот. Четыре у нас имеется, так скажем, подключенных модуля. Теперь нужно как-то повернуть их на угол 45 градусов. Так, первый у нас здесь. Его, значит, надо вот по... Какой? По красной стрелочке, получается, провернуть на угол 45 градусов. Давайте попробуем. Так, это у нас делается вот так. Секунду. Эх! Вот я ну баста, а! Что ж ты не крутишься-то? Так, 45 градусов. Давайте попробуем. Что-нибудь у нас от этого изменится? Так, надо вспомнить, каким же образом вообще работает контроллер. Так, это у нас по-моему, зацикленное действие. Как мне известно. А, по-моему, я туплю. Любой контроллер, по-моему, приводится в действие за счет какой-либо кнопки. Или другого модуля управления. Так что давайте сейчас попробуем настроить все наши поворотные механизмы. Вот я тут немножечко поколдовал с настроечками. Теперь давайте установим управляющий модуль. Нам, значит, на постоянке оно должно работать. Так что свитч вот этот выводим. И давайте попробуем установить где-нибудь рядышком. Пока временно. Потом, может, перенесу куда-то в другое место. А давайте его прямо вот сюда влеплю сверху. Так, press E to use. Эм... А, связать! Ё-моё! Так. Только в каком порядке они сводятся? Ну, допустим, вот так. Опа. И ничего не произошло. Что опять за бодяга такая? Будем разбираться. Блин, как же я забыл, что для активации модулей нужно снимать наше транспортное средство с подставки. Давайте попробуем. О, боже! FPS! Что ты делаешь? 16 FPS. Жестяк. Вот это, опять же, недоработка этой игры, а именно плохая оптимизация. Боже мой! Но зато получилось, в принципе, то, что я хотел. Колеса выдвинулись немножко вперед и поднялись чуть-чуть выше. Благодаря чему при столкновении с препятствиями какими-то спереди наша проходимость также будет повышена. Вот только это FPS, конечно, меня просто убивает. Я думаю, отогнать эти машинки куда-нибудь подальше, тогда, может, нормально станет. Да, путем каких-то хитрых манипуляций мне все-таки удалось нормализовать FPS. Давайте сейчас теперь активируем наши крайние колесики. Вот так вот они будут принимать на себя урон, так скажем. Так, что дальше сделаем? Давайте попробуем сразу установить кресло пилота и уже поэкспериментировать с ходовыми качествами нашей заготовки. Так, кресло у меня есть. Что мне еще, в принципе, нужно? Мне нужен бензиновый двигатель и как я думаю не один. Так, где перед, где зад? Пока что даже не представляю. Ну, пускай будет перед вон в том направлении. Так, ставим пока что сюда блок управления. Дальнейшим может быть сместим в какую-то из сторон. Пока даже не знаю. Хотя, в принципе, это такой некий танчик бронетранспортер. Так что не вижу смысла делать здесь много сидячих мест. Ну, посмотрим. Как-нибудь модифицируем конструкцию, если что. Что по двигателям у нас? Нужны ли они вообще? Или же контроллерами обойдемся? Просто, как я знаю, можно сделать зацикленный контроллер. то бишь, например, ставим контроллер вот сюда. Далее ставим кнопку. Так, кнопочка. Кнопочка ты где? Кнопка, кнопка, куда бы ее влепить? Так, колеса мы больше делать не будем. Допустим, вот сюда вот кнопочка. ее мы свяжем с контроллером. А эту самую кнопку уже подключим к креслу. По-моему, так это делается. То есть, сидя в кресло, у нас вот на первом слоте появляется кнопка, с которой мы будем вести управление. Я хочу сделать таким образом, чтобы клавишами 2 и 3 мы двигали наш крафт вперед. Я имею ввиду зажатых клавишах 2 и 3. А четверка и единицы уже могли поворачивать. Механизм достаточно сложный. В голове у меня, по крайней мере, он прорисован. Сейчас я хочу все это реализовать на деле, и потом уже я думаю, вам будет понятно то, чего я хотел добиться этим. Сейчас нужно подключить непосредственно контроллер к нашим колесикам. Так, секундочку. Ага, накосячил, я смотрю. Не поставил вторые вращающие модули. То есть, вот, начальные я сделал, а вот, как на первом колесе, вот сюда я не вставил еще модули. так что давайте сейчас я поправлю этот косячок по-бырому. Так, значит, активации первого контроллера должно осуществляться вращение колес назад. Не всех колес, а только левой половины. То есть, этот контроллер мы соединяем с одним из вращающих модулей. Только не знаю, с каким, со внешним или с внутренним. В принципе, без разницы, конечно. Давайте с внутренним. Так, вот так вот, сюда, к тому и к последнему. То есть, один, четыре. Значит, направление везде одинаковое. То есть, первая кнопка у нас будет отвечать за вращение левых колес назад. Тогда давайте настроим этот контроллер именно так. это получается. Так, а как это сделать? Это у нас назад получается зеленая стрелочка. Так вот, как-то только ее так настроить, я не понимаю. Это неудобно они сделали, если честно. Не получается у меня. Видите, не хочет. Стрелка до 360 прокручиваться. Вот как вот, до половины доходит, а дальше не получается. Либо я не наловчился. О, какой-то момент был. А, надо подальше отводить просто. 360 раз. Вторую 362, 363 и 4. И это будет у нас зацикленное действие, пока что на максимальной скорости. Вот так вот. Оба. Зацикленное действие, значит. Фух, если что-то поедет не так, то у меня машина просто улетит в пропасть, как я предполагаю. Но, не дай бог это случится. Ох, ребятки. И тут я понял, что я жестко накосячил. Количество контроллеров не должно превосходить количество, так скажем, рядов наших вращающих модулей. Потому что они просто не будут стыковаться с очередными. И нужно немножко будет переработать конструкцию. Так, значит, у нас всего будет в итоге 4 контроллера, то есть 4 кнопки. 4 кнопки, 4 контроллера, а не так, как я начал делать. То есть, получается, последний контроллер мы вынуждены удалить. Правильно я настроил здесь только самый первый, который вращает, как я понял, левые колеса назад. Система такая у нас. Первый контроллер и первая кнопка вращает левые колеса назад, получается. Вторая кнопка вращает правые колеса вперед, третья кнопка вращает левые колеса вперед, а четвертая вращает правые колеса назад. И тогда будет достигнут максимальный эффект. Ох, ребятки, вроде как я все закончил, и теперь самое время испытывать нашу машину. Блин, я более чем уверен, что что-то 100% пойдет не так. Давайте сейчас уберем подставочку. FPS вроде не проседает. Так, а еще я думаю подключить на пятую кнопочку наши крайние колеса. Вот так вот. Давайте сядем за руль. На пятерочку мы сразу активируем наши крайние колесики. Ну что, ребята, я боюсь там по-любому какой-нибудь косяк будет со скоростью или еще с чем-то. Ну что ж, скрести в пальцы давайте попробуем. Единица это у нас должен быть поворот. налево. А, да, налево. Так и есть. Точнее по-хорошему. Так, какая-то задержка есть небольшая. Это меня, честно, немножко напрягает. Это все контроллеры, блин, виноваты. Бывает такая, как бы обратный ход такой присутствует. По идее зажатие единицы и двойки должно приводить к максимально быстрому повороту на месте. О, работает то дело. Так, ой, все-таки какой-то обратный ход, я не знаю как с ним бороться. Так, при зажатии 2 и 3 наш крафт должен ехать ровно вперед. О, конечно, скорость триндец просто. О, да, даже черепаха быстрее будет. Соответственно, 3-4 это направо, 1-4 это задний ход. Ну, в принципе, схема работает, как видите. Но, правда, скорость, конечно, это беда какая-то. Просто я боюсь, что если сделать те же самые махинации с помощью двигателей, также подключить двигатели к кнопкам, то результат выйдет не самый лучший. Но вот такая скорость меня совершенно не устраивает. Поэтому эксперимента ради почему бы и не попробовать подключить двигатели. Правда, не знаю, какие. Бензиновые или же электрические. В принципе, суть от этого не изменится. Положение кнопок также. Эх, правда, опять все подключать заново? Комарит. Ну, ничего. Попытка не пытка, я думаю. Давайте попробуем модифицировать нашу конструкцию в двигателе. Вроде как модификация завершена. Я установил четыре бензиновых двигателя. Всем им выставил вот такую мощность без трех палочек. Даже не знаю, хватит ли ее или нет. Все, увидим в будущем. Далее, направление вращения колес я также отрегулировал в той же последовательности, как и с контроллерами. Теперь давайте посмотрим, что из этого выйдет. Последний шанс. Ну, хотя не последний, конечно. так, двоечка. Ага. Так. Ох-охо! Вот это я понимаю. Добро пошло. Давайте попробуем повернуть на месте. Допустим, влево. Ох-охо! Ох-охо! Ребятки! А конструкция это работает. Вперед, направо, вперед. И проходимость-то. Ох-охо! Устойчивость. Вот это я понимаю конструкция. Шикарно. Только надо привыкнуть. Так-так-так, секунду. Нет-нет-нет, не туда. 1-3. Поворачиваем. Прямо. Налево. Вот, блин, слишком резко поворачивает. Может убавить мощности движкам? Это для вездехода это слишком быстрая скорость получается. Так, аккуратненько. Заруливаем. Тестим проходимость. Тут нас встречает еще одна машина. Давай, задний ход. Пошел. Как-нибудь перевернемся тут. Блин, а проходимость-то хорошая. Смотрите-ка. Так, сейчас-сейчас. С камней мы слезем аккуратненько. Блин. Мне нравится эта машина однозначно. Смотрите. Вот это проходимость. Вообще божественно. Вся система работает. Крайние колеса также выполняют свою функцию. Так, левее-левее. Так, что-то я запутался немножко. Так, прямо. Преодолеваем камень. Падаем. Мягенько. Задний ход. Так, налево, направо. Не знаю куда. Но в принципе все работает, ребята. Этого я и пытался добиться. Давайте сейчас проверим где-нибудь напрямую, как он себя будет вести. Этот трактор. Так. Слишком чувствительный он на поворот. Единственное. Так, аккуратненько. Идет вообще стабильно машина. Только скорость все-таки, по-моему, слишком большая. Нужно движки немножко выкрутить. Давайте сейчас, кстати, выкручу сразу. примерно на пару делений. Вот так вот еще спустим. А так все работает, ребятки, как видите. Так, пару делений сюда. И сюда. В принципе, я достиг такого результата, которого и хотел. На клавишах 1, 2, 3, 4 у нас идет полное управление нашим танком. Все, погнали. Так, это вообще слабовато, конечно, можно было чуть помощнее. Давайте попробуем преодолеть вот этот подъем. Так, тяги не хватает, да? Все-таки слабовато получается. Можно, кстати, еще к крайним колесам подвести дополнительную, так скажем, тягу. Так, блин, свалился мой персонаж. Неудачно так. Так, надо как-то вылезти отсюда. Эх, я даже не могу перейти на другое место. Аккуратненько ставим сюда. Сейчас еще чуть-чуть добавлю мощности и я думаю, этого будет достаточно. То я на два деления снижал, теперь я добавлю еще одну деленицу и я думаю, это будет у нас оптимальная мощность. Пробуем вот сюда так и здесь. Ну, в принципе, я думаю, должно работать. Что ж, испытаем. Поехали. Ой, забыл снять с подставки. Садимся и поехали. Ой, по привычке на клавишу нажимаю. Вот так. Ну, в принципе, уже, я думаю, сгодится такая мощность. Мелкие неровности вообще не чувствуется. Реально вездеход. Так, я забыл, кстати, пятерочкой поднять наши стопорные колеса. Погнали. Холм вообще не преграда для нас. Так, что здесь еще есть? Вот сюда правее чуть-чуть возьмем. Как бы даже тупо отпуская, допустим, двойку, у меня более плавно крафт начинает поворачивать налево. Для полного поворота на месте надо, допустим, направо использовать 3-4. Вот так вот. Опа. Если просто тройкой поворачивать, то он хреновенько. А так вот. Есть у нас поворот. Достигается. Вперед. Вправо. Вперед. В принципе, все работает, как я и задумывал. Проходимость у него отличная. Стабильность движения также присутствует. Вот. Любые препятствия нам не помеха. Просто прет как танк. В прямом смысле этого слова. Но деревья все равно сшибать не может. В следующий раз, я думаю, уже создам для него какой-то корпус, визуализацию, внешний облик зададим этому крафту. Так я застрял, походу. И что-то не хочет он выезжать. В дереве я забаговался. Так, попробуем повернуть что ли? Нифига не помогает. В общем, задам этому крафту внешний вид. Также планирую добавить еще несколько технических модулей функциональных. Например, ковш бульдозера, либо кран для эвакуации других машин. Не знаю, что-нибудь мы придумаем. Но это у нас каркас, и он в принципе завершен. И вполне так себе неплохо работает. Пятерочка и поехали. Ну что, ребята, пишите в комментариях, как вам эта игрушка, хотите ли вы видеть продолжение. А с вами был Мэпер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в группу канала ВКонтакте. Ссылка будет в описании под видео. Всем удачи и всем пока!